Уфимский университет науки и технологий пригласил нас, обучающихся видеостудии свет станции юных техников для участия в мероприятии «День открытых дверей» в онлайн-формате. После брифинга нам провели увлекательную экскурсию в Музее авиационных двигателей. В этом музее собрано всё, что касается истории развития двигателестроения. Нашим экскурсоводом был Суханов Андрей Владимирович Старший, преподаватель кафедры авиационных двигателей. Музей был создан при Ахмедзянове Альберте Мухаммедовиче, заведующем кафедрой авиационных двигателей. Экспонаты в музей поступали из разных источников, из военных частей, аэродромов, с различных предприятий. В этом музее представлены практически все самолётные и вертолётные двигатели, начиная со времён Великой Отечественной войны и заканчивая нашими днями. Например, мы увидели поршневой двигатель «Аша», который использовался в самолётах времён Второй мировой войны. Время экскурсии мы узнали, что двигатели для самолётов бывают поршневые и газотурбинные, что составными частями двигателей являются редуктор, сопло, камера сгорания, турбина. Мы узнали, что двигатели гражданских самолётов отличаются от военных, так как гражданский самолёт должен лететь долго и на одном режиме, а для военных главное – это маневренность. В музее представлен двигатель L-31F, модификацию которого делают у нас на машиностроительном заводе для истребителей Су-27, Су-35. Мы увидели двигатель штурмовика Су-25, Грач – один из самых надёжных двигателей 80-х годов, это лучший двигатель для штурмовиков. Бывали случаи, когда в самолёты попадала ракета, и у них было полностью выворачено сопло, сопло необходимо для тяги, но они возвращались обратно к себе на аэродром. Также мы познакомились с установкой для познания азов аэродинамики, аэродинамической трубой, и узнали новые для себя термины – тангаж, вращение самолётов по оси Y, крен, вращение по оси X, рыскание и поворачивание. Теперь мы знаем, за счёт чего наши истребители могут вертикально летать и лететь крыльями вперёд, в этом им помогает всережимное, всеракурсное сопло, а лететь выше скорости звука помогает форсажная камера. Нам показали двигатели самолёта, вертикального взлёта-посадки, это Як-38. У него три двигателя, один для режима полёта по горизонтали и два для вертикального взлёта и посадки. Мы увидели часть настоящего двигателя от космической ракеты «Восход» и «Союз-ракетоноситель». Мы узнали, что на базе газотурбинных двигателей делают газотурбинные установки, те, что вырабатывают электроэнергию с помощью газа. Вместо винта ставят свободную турбину, а на неё вешают электрогенератор на основе двигателя от истребителя. Например, на такой установке работал Алексеевский совхоз, то есть с помощью двигателя от штурмовика можно выращивать огурцы и помидоры. По окончанию экскурсии мы поняли, что создание двигателей для самолётов – очень сложный, но интересный процесс. Посещение Дня открытых дверей было настолько увлекательным и интересным мероприятием, что многие ребята захотели поступать именно сюда, в Уфимский университет науки и технологий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...